Аплодисменты Яна Контрольный Мастер АТК и на Маши. Мы с вами встречались, да? Да. Мы с вами встречались в начале 19-го года. Да, в апреле. Не вы листавили этот вопрос? Да. Отлично. Здравствуйте. Яна Контрольный Мастер АТК. Владимир Владимирович, сегодня Химки разделены Ленинградским шоссе и Октябрьской железной дорогой. Приходится тратить значительное количество времени на объезд и выезд из города. А постоянные пробки при выезде из-за рапорта Шереметьево усугубляют дорожную обстановку. Строительство развязки в Химках. Значит, документация в конце этого года, проектная. Начало строительства первого квартала 2020 года. Окончание 2021-го. Мы сейчас в Химках находимся. Здесь живет около 200 тысяч человек, а по Гентламам в следующие годы будет жить в два раза больше. Так исторически случилось, что здесь только один переезд был в Прокол. Вот сейчас мы откроем второй. В рамках развития Московского транспортного узла мы построили 28 переездов. Нам повезло сегодня вы на одном из них присутствует, еще три до конца года сдадим. Вот, казалось бы, развязка в Химках, как говорится, мал золотник, да дорог. Тоже очень важно. ЦКАД в 13-м году на Питерском форуме выдали старт. Понятно, что такого мегаполису сложно было построить, но благодаря правительству Марат Куснулин серьезно взялся за эту тему. додавили вопросы и в июле месяце полностью ЦКАД будет готов. Хотели бы тоже, конечно, у вас попросить, чтобы вы приехали. Знаковое событие. Хорошо. Это вот та самая развязка, которую у вас люди просили. Вы поставили срок до конца 2021 года, но пандемию мы не завершали. Получилось раньше, поэтому сегодня готовы ее работать. Не останавливали все. Не останавливали работу. Это положительные эффекты МЦД. Это программа, которая Сергей Семенович к вам приходил, вы поддержали. При федеральной поддержке мы с вами открывали. Сегодня это очень популярное средство. Диаметр. Да, диаметр. Мы сделали так, что проезд стоит не 138 рублей, как раньше, а 50 рублей. В этом году, точнее, каждый день пригородное сообщение – это 2 миллиона человек. С ковидом немножко уменьшилось сейчас в моменте, но вообще 2 миллиона человек каждый день пользуются пригородным сообщением. 13 января совещание проводили и сказали о том, что нужно смотреть конституционные и ГЧПшные проекты, для того, чтобы участники вкладывались в дороги. У нас их три таких проекта, очень важные. Матищинская охота, Новоуткаринская и Дублер-Игорьевского просмотрения. Это примерно половина ЦКАД. Если мы это реализуем в следующие 3-4 года, то это тоже будет очень серьезный эффект для роста экономики. Потому что, как известно, новые предприятия, рабочие места не создаются без дорог, без сообщений. Люди приезжают, жизнь бурлит, и без дорог, без инфраструктуры это, конечно, было бы невозможно. Спасибо большое. Доклад закончен. Вам спасибо, что вы организовали работу. Может быть, знаете, может быть, нет, но я скажу, там вот эти химки, да, разделены дорогой в Ленинград. С одной стороны 100 тысяч проживают, с другой стороны 60 тысяч. И людям, конечно, очень тяжело было добираться. Только один переход. Сейчас ситуация поменялась благодаря вашим усилиям. И благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей и эпидемиологов, мы не стали останавливать дорожное строительство. Во-первых, все выполнили. Во-вторых, рабочие места сохранили. Зарплата ваша сухонная. И дороги построили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова